Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Н. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Зараз ничего, какой за информацией напишешь. Доброе, дякую. А еще что? Не зрозумела, чему он створяет такую тайницу вокруг своего писания. Ну, для того, чтобы была эта элитарность, как и в моей банке, я бы, может, не знавала. Ну, это мы не знаем, как мы наркуем, но мы не знаем, что были еще параллельные тексты, мы знаем этот текст. А где та элитарность в этом тексте? Ну, то, что он так зашифровал, что зрозуметь все, что... Ну, зрозуметь его... Как зрозуметь? Треба, саправды, зрозуметь все тексты библейские, которые писали ранее. Так это не зрозумело, почему? Не зрозумело, почему он так написал свою Евангелие, как его зрозумели только... Чему не различивая на широкого читателя, так? Да. Так думаете. А Евангелие есть запасно? Это вы не знали? Ну, сам Иисус скажет, что вам... По-первых, сам Иисус говорит, делится на тех, кто может разуметь, а кто не может разуметь. По-другому, Иисус себе окутывает Таимницей. Вот знаете, вся первая частка Евангелия после всех своих дел, что он говорит? Не называть его. Значит, не чистым духом он говорит, не называть его, а целённым он говорит что? Никому не рассказывать. Никому не рассказывать. Что мы понимаем в других Евангелиях? У Марка это очень настойливо. У науковой литературы это имеет термин мессианская тайна, мессианский секрет. То есть, что он там, что делит, чего он, того, что он... Это могут быть там какие-то свободные мероприятия. Мы там с вами будем про это говорить. Или вот такие термины, мессианская тайна. То есть, Иисус сейчас с правой заховывать тайну. А что за это отремливается? Конечно же, ничего. Ничего не отремливается. Так. В связи с тем, что мы отразу, как только мы читаем, мы отразу видим постоянно повторяющийся вот этот узор. Иисус скажет молчать про Его. Чем больше Он скажет молчать, тем больше про Его говорится. Как-то хуже распространяется. Вот эти причины, которые просповсюдивались, это просто потому, что Его не слухают. Кто будет слухать? Кто будет слухать? Верьми, добро про это подумайте. На что это мессианский секрет. Потому что практически первая половина Евангелия имеет вот такую скоростную тему на этой таблице. Ну, сейчас у меня себе урагусь дивно поводить. Халена выгнал для Её Весу с человеком одного. Её ему сказали не распорядать никому, а допости, принести их веру. И как бы только засветили святары. не распорядили святары. Ага. Доброе. Вот это, видите, это другой разворот. На что это делается? Может, мы делаем святары до верхних справок, а не пропустим. Заклоняю рассказать, а каким делением показать, что святарам что-то такое бывает. Засветить. Просто засветить своим прикладом, что что с тебя бывает, а чутки не разносятся. Чутки не разносятся. загадывая уси. Кали ён... Кали уже вы это сгадали. Кали ён усим кажа не разносит чутки. Чутки разносятся. Кали ён кажа поисти и показаться святарам. Чутки выполнили? Нет. Нет. Значит, следите. Сходу, вот так вот это, как вы пропадали, что говорит, что не казаться тем, как показали, не працуя. Он говорит поисти не с тем же, как и он не пайшёл. Он говорит поисти и показаться святарам. Боже, святая рекомендация. А кто пицца не говорит, она же хочет с ней сказать. Психолог. Это не так само. Но как вы поровняете эти две речи. Это значит, что отбывается. Что с одного боку есть то, что Иисус хочет и пропонувает, а с другого боку как это понимается. И на обороты. Практически на обороты. Отбывается на обороты. Доброе. Это, вернее, доброе, что мы это зауважили. Еще что? Ну, больше уважливо стало взвертать увагу, если бы стоялось на такие раницы, в вечере, в банке часа прошло. потому что он сказал, что он сделал, что он сделал, ты сказал, если бы слово свертаешь увагу. Так. Раницы, в вечере, альбо еще о знаке часу, там про скольки идем. Так само есть. Так. Наверное, одного разу вельми закладно про скольки. это так само важно. Особенно важная речь. То, что мы казали еще уже ранее, что я просила вас звернуть увагу на дуплеты и на сандвичи. Так. Это разные модели. Дуплеты, это когда история, просто подобная история повторяется два раза. Дуплет, эти сандвичи, это когда помеж двух подобных историй есть какая-нибудь одна. Близко одна от одной. Плеты могут быть раскиданы. Могут близко, могут не близко. Это вельми важный марковый прием. Так само поспробуйте его знать. Потому что какие-нибудь наркования можно на этой стадии. Потому что все повторяем. Потому что все отдавается два раза. так как докладно поверили, что это мягче, что это не только про Это же может быть про разные истории. что мы сразу сгадывались за 12-ти годов. Это женщина, которая 12-ти годов покутает, и 12-ти годовая девушка, которая померла. скажем, наложка вот это. Потому что он хочет показать, что в этой истории не связаны. Как бы излучить их, когда мы читаем одну, узгадать про переднюю, и поглядеть на их разом. Это так. Это очень важно. Но это не только с исторами. Я сказала, что это может быть словами. Если слово дважды не на 100%, но это лучше. Раскиданные неважно, как далеко. Но это так важно, но истории по два раза повторяются. Истории, сами истории, сюжеты, эти вот 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 так безумовно на что с этим притягиваю увагу. Ага, это хиазмус, так? Да, хиазмус, да. Мы не будем их обратить увагу, практически каждый эпизод может раскладаться анахиазмус. Мы еще раз это сделаем, и я попрошу вас, как вы сами попробовали. Такие значные эпизоды раскладывайте на анахиастичную структуру, когда отремляется. По великому рахунку это такая фрактальная структура в Евангелии. что каждый эпизод раскладывается на АВВА анахиазмус. АВЦВА с центром и все Евангелие все Евангелие раскладывается на такую структуру. Сама хиазмус структура мая на увазе две частки. Так? Вот это до центра. Это сначала линия, которая сходится до центра, а потом линия, которая до центра. В основном это две частки. Значит, эта парность закладена в саму структуру. Вот на молекулярном узоре закладена в текст вот эта парность. И она повторяется в первую структуру каждого эпизода. По-другому она повторяется в дуплетах. По-третьему она повторяется в садвачах. По-четвертому она повторяется эпизодами на дробном уровне. Их просто много в этих парных речах. Значит, это снова-таки она не шторопится. Мы увидели уже поспели. Мы практически только про лог. Мы увидели, что все, что делает и делает на что он делает. он делает. И вы глядите с того, что мы уже сегодня сказали, в этой парности здесь просит, загадывая Иисус, и как он выполняется. Деяние реакция и реакция. Это так само пара. Это пара. То, что пропоновано, и то, как выполнено. Это так само фрактально. это так само действие и празы Евангелия проходят. Потому что мы сейчас с вами дадим. Если память как Иисус на начале вызначает свою миссию, где для чего он пришел. Это сразу после отечества. Будем навестить. Будем научать. Будем научать. Это докладный переклад. Но он выразно говорит, где для чего он пришел. это такая уникальная заява. Значальная заява. И он пришел для того, кого обещать. И он это делает первую часть Евангелия. А другую часть? Что он делает? Куда это приводит его? Куда приводит его? на крышу? Приводит на крышу, конечно. И когда он приходит на крышу, так как приходит на крышу в другой части, которая по-иншему поводит, или люструя первую часть, мы видим, что крыша так самая логичная, уплеченная в его миссию. изменения отбывается. Вот это обвешение, шлях обвешение, и он идет до полной межи. А после этой полной межи идет шлях с миссией. Мы можем назвать миссией сбавления, миссией трансформации, миссией изменений, ситуации, миссией меняется, но они илюстуются. Мы крышу с вами зачепляли, что будем зачеплять храм, это будет неважно. Храмовая тема у нас будет праздновать Евангелие. И она начинается практически на начале. Мы как раз вспомнились на пирамиде, которую Иисус проповедует людям, пирамиде святости, измене святости. И наступное что нам не требует проскочить по этой причине, это набор первых почв. Где это бывает? это мор галилейского центра иисуса надеянности первой части. сетки. При тем поглядите вучни на земли закидают эти сетки, закидают эти сетки. которые сказали у Иисус есть говор про космологию храма. Храм находится у Иерусалитов. Храм есть центром сердца основной концентрацией религии веры относительно по межчеловеку Богу в Израильской Тринице. Первый храм, который строит Соломон, который строит храм из еврейских текстов, разбиранный Бабилоном, разбиранный Набу Каднецаром. И другой храм строит после вертания с Бабилоном. Вот этот храм повторяет протягивает концепцию первого храма. Но бывает еще новое концепция. Сейчас меняется. Другие тысячи годов. Первые тысячи годов. Это другие храмы. Это храмы. Первые тысячи годов. это другие храмы. А это храмы разбираны гримлянами. Это храмы разбираны в 70-м годе. Просто что у Евангелия Марка есть намеки на разбирание храмов. это написано после 70-го. Это абсолютно не обысково. Мы взваживали за Иисусом этого ранения. что нам с вами важно это то, что храм основанным местом концентрации не только веры, не только домовое помещение богом, а в угле света погляд. В угле концепции света разумения того, как свет функционует. Все вкладано в этот храм. Философия и космология храма не складаны. Особенно это от другого храма. Теперь от другого храма остался в Ярусалиме только заходный мур, который сгадывается в Евангелии. Это добудоба. Добудоба уже самое позднее. Сам храм неясной. Или то, что зовется муром плачут. То, что было добудовано верным, там находится храм. Храм организован трехчасно. Это наоборот старожитная модель евицких храмов. Она подобная на Соломоновом храме. про то, как мы добры ведаем текстов другим храмам. Но концепция та самая. самая великая вонковая частка двор храмов. В этом дворе заходят все, приносят свои верования. Там обмениваются гроши, когда гроши идут на оперирование, либо купить живел для оперирования. Римские монеты имеют выявы императора. То, что монеты имеют выявы императора, она уже не подходит для того, как соотносится с некими сакральными идеями, выявы свои монеты, которые у вас есть, римские вы меняете на те, которые будут приняты в храме. А в храме вы можете только с этими монетами. Там вы можете набить эту охвярную живелу. Там будут для остальных тех, кто продавал голубов, это все отбывается у гонковой части храма. И туда заходят все. Другая частка храма, основная частка, храма храма, храма у и Иисуса там ничего нет. В первом храме стоит скрыня заповедка, но после Бабелона это скрыня не храма освещено. Это было власть Божьей Присупности. В участии другого храма, когда ничего нет, там развивается концепция Божьей Божьей Присупности. Там Божьей Присупности. Мы неодноразово сказали в наших курсах, что у святых никто не имеет права заходить. Потому что это место Божьей Присупности не для человека. Туда заходят один раз на год в День Очищения заходят Присупности. Для того, как помолить Божьей Присупности. Так как он рахтуется и самую сакральную идею у человека может помолить себе имя Бога. При тем, что там на вокруг всех остальных частях храма люди стоят и гучно пьют хвалы Богу. Это не может быть подчутан. то, что мы понимаем. И в храм побожные люди раз на год приходят в Ярусалим. Это будет происходить по пасху на пасху весь народ собрался в Ярусалиме в храме. Так что наша вся другая часть, которая по дороге в Ярусалиме связана с этим. Иисус иди разом со своими учнями так, как и треба идти. Где тогда, когда нужно, туда, когда нужно. Это не просто там, где начальство сидит. Это ненавито где весь народ где все, кто может. Мы считаем, что одна речь когда вы в Юдеях находите, а другая речь когда в Галилее находите. Это разные дороги, разные сенсы. И в храмовой космологии храм воспринимается как модель сусвета. Это то, что обыгрывается марком растворства. Весь сусвет, который является конструкцией храма. Он имеет и антропоморфное вымерение. У храма так само вось разумело, где голова, тулов, сердце. Так само есть антропоморфное вымерение храма, и есть абсолютно космологичное вымерение храма. И Юсифус говорит, что там святое святых в это море, а в этой гонковой участке это земля. Чему море и земля так само мы не будем на этом много спиняться, но мы про это так само ранее уже с вами казали. У нас есть тексты, есть псальмы, где Бог и где по море прокладается в шлях в похвале. Это море связано с боскостью, вопадку, море это такая частка. Тут можно сказать, что само море космологично название складано, мы не будем это зачаплять. море в нашем Евангелии. Мор потому, что Галилейское это не море, это озеро. Это не такая великая водная простора, как называется море. море из этого мирования. Потому, что ему нужно творить космологию. Мор земля, боское человечество, храм, свет, это все связано с морем. Значит, когда у нас возникают морские эпизоды, мы маем на увазе, что это морское, связанное с боскостью, а льго с боскостью, ну, кентинжен джин, с духами, да? И это минимальное связанное судье. Есть сгадайте эпизод один, когда Иисус что он научит? Когда весь на труп находится на берзе, а он находится на воде. Это так само вы визуализуете, что бывает. Так само храмовая символика присутствует. И он сразу вводит эту символику на самую початку. Фактически первое, что он делает деда мор. деда мор. И там каля мор он знает свою первую пару, как Симона и Андрея, братов. как на земле выходит с иных клич и они подхопливаются и идут. И покидаюсь эпизод короткий. Наступные, полтора года такие самые. Два короткие эпизоды. Ничего не рассказывается, ничего не расшифровывается. пришел, побачу, покликал, встали, покинули, пошли. А прочего первого эпизода, где он еще говорит, что зараблю вас на церкви. Мы сейчас это поглядим немного. А прочего, храмовая символика тут присутствует. Но это эпизод выразный, который Марк будет на Элисееву цикле. Королевство Это будет первая книга Королевство 19-21. Я уже сказала, говорить не будем. Я называю книги по юбрайской традиции. При ваших первокладах они идут по Но вы просто драма допробуйте, если я пишу 1 Самуэль равно 1 первое царство, 2 Самуэль другая царство, 1 королевство третье царство и другая королевство четвертая царство. Если у вас грецкая российская традиция, то у вас это будет 1 королевство, то у вас будет 3 царство. Можно читать? Да, конечно. И пришел я на Тури, знайшел Елисея, сына Сапатового, кали он орал, 12 пар волок было у его, и сам он был каля 12. И он сказал ему, иди и пройди назад, во что я сделал тебе? И он пришел, что я взял пару волок и заколол их, и запаливши плуг, волок засмажив мясо и раздав людям, и они ели. Ну там уже нам не треба, али поглядите сама ситуация. Значит, Елисей робит свою працу звычайную, заявляет целья, робит ему знак, ты належишь мне, так? Елисей покидает все, что было, и дизайн. Вот ишел мимо, побачил, покликал, той встал, покинул все и пошел. Та самая модель. Што мы маем? Сейчас тут у этой истории у нас першая пара. Чего пара мы так само уже с вами казали? Близнечая пара, так? Супнасная. На воштое он берет другую близнечую пару? Санвич. Што? Это не санвич, это дуплет. Это каля дзьядольковая история, и каля дуплет хочет. Санвич это каля памяжьеме штоси? Вот это центральная история, якая памяжение? Памяжьеме докладно по тексте. Так, по тексте. По тексте. Это у нас. У отца людей? У отца людей. У отца людей. По межиме, ну, концепция у отца людей, так? Наверное, належете одному и другу. А давайте с отцами людей тогда так само разберемся, что это такое. Она, возникая в некольких разов у еврейской Библии, а затем поглядим Ярема. 16.16. Аксама Аббаку пыталась, чтобы взяла Аббаку и Амбаку. Так, я рыбу не шлю? Я равную. Угу, будет я равную. Угу, будет я равную. А, контекст, плавец, контекст суду. Так. Давайте я еще покатим этого Аббакума. Аббакум 1.14.17 и Амоз 4.2. Аббакум 1.14.17 и Аббакум 2.17 и Аббакум 2.17. Клялся Господь Бог святостью Своею, что вот придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших фундаментов. Угу. Руками кроволобными. И Абакум. Абакум, кажется, с 14-го вершинства. С 14-17. А, с 14-17. И покидаешь людей, как рыбу в море, как паузанов, которых не было дорог. У всех их тягне Будаю, хапаю в сетку свою и забираю их у меропы свои. И оттого радуется и триумфует. Ага, понимаете, забираю сетку Вуду. Значит, у нас есть вот этот образ ловления людей Вудою, сеткою. И оттым, что у нас вот у сеттуагента, у Абакума, тое, что живая рыбак, докладу марку, докладу тое самое слово, что у сеттуагента. Так? Значит, это термин у нас это есть. Это термин вот так само некого в изначального момента. У Еврейской Библии он учится в негативном контексте. Ты, кого лови, они будут подлегать суду. Иисус пропонуя тем, кого он клича, ловить людей. И они, значит, они не голос у него не повстает. Все на месте. Значит, когда я набираю четверку, вот он его на первую четверку, он усталевый. Вот все. Есть четыре баки света, четыре пары вода. Вот у него, и он свой, начинаю выгудовывать свой космос из людей. Было питание, винулый раз, когда памятается, то есть я задавал питание на то, что он на облазу, где людям не сильно борется. На то, что он связывается, да, я думаю. Мы видим, что вся его первая миссия, она вся на людей. Все, и вот это ловление людей, эти выживания, рыболовство, связанное с людьми, все говорят про то, что вот и вон эта миссия на людей, накереванная. Значит, он будет обещать людям. Обещать виновата не с земли, не сусвету, не сусвету, не сусвету, не сусвету. То, что мы имеем в опущенных немарковых вершах шестнадцатого раздела, там, где Иисус говорит, обещайте всему творению. Марков этого нет. Марков – обещание людям. Да, надо прорудить его. И потом, когда он будет выработать свою двенадцатку, так же будет в протяжении выработать свою космосу. Есть еще один момент, когда мы едем с профессией, с большим, 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 с большим. Нет, это уже, да, нет, это уже другая история. Тут, посмотрите, история два раза по два. Два взял, два взял, а наступная будет уже потом, потом, потом. Мы не ведем, мы не ведем, так, в этих не ведем. Почему важно, что они рыбаки, связанные с мором? Это очень космологическая задача. Почему у лебедей, где мытник наступный, это социальная. Они не параллельны между собой. Тут же эти две пары. Значит, по-перше, что они в море, по-друге, что они будут ловить людей. По-третье, что они, вот, с оправдой, вот, четверка выводованы. Пара-пара. И он все родит. Вот и он берет пятаган, а далее мы видим дванадцатку. В какую эта четверка выходит? Причем, как мы зауважаем, это Андрей, который был у первой пары, называется «после другой пары». Андрею в разное меньшее значение надается, чем самому. Подкреслено меньшее. Яку бы ям там вельно вылучаются. Значит, и далее у нас это СМОН, яку бы ям, будут внутренним колом. И один раз для его задолоченного. Вот это, вот это вельми-вельми важно, как мы одразу на самом початку в этом разумеем. Наступные годы. А, а еще что? Я еще что вельми важно с Мором. Совесть Мора и Валилеи. Поглядите, коли ласка. Мы Исайю, вот мы уже Исайю не раз цитовали. Исайя 9.1. Исайя 9.1. В нейши час кизнецейю землю Завлоновую, землю Невдолимовую. «А дальше прославит дорогу приморскую, землю заярданскую, Галилею лязчжинскую». Приморские земли… И теперь много раз читаем помостилكم С Come- Приморскую и Галилію. Еще раз читаем… Сначала humanos – А дальше прославит высокую землю заярданскую, Галилею и Галилею. Галилея называется называется? А еще далее поглядите, Исайя, 9-6, вот эта же кавала, пропустите пару вершов, 6-8. Вершу 6-8, в этом же, в этом же разделе. Будетцяна родилась она, сын даден и нам, владарство на плечах у его, и дадут имя ему, девосный, дараться, Бог моцный, бать к вечности, князь миру. По множению владарства его и миру нема края на посаде Давидовым и у царствия его, как ему ствердить его и умоцелять его правосудзем и правдой его от сёня и до веку. Видите, у Галилеи ушановывается, вот с Галилеи, вот с этой дороги галилейской, паганской, ушановывается князь свету, мессиен. И это вельми важно так само, вот это вельми важно, это как подморок для разумения того, что Марк побудовывал бы Иисусом. Значит, Галилея важная в этом сенте так само. Галилея – это не выпадковое место, это не просто место вокруг мора, его можно было бы как-нибудь по-иншему назвать, вот Галилея на море, море и Галилея, море у Галилея, и он притягивает сюда Исаию. Значит, он так само будет учить для этой некой мессианская задача, мессианская роль, мессианская постоять беспомолково. Про Галилею я вас просила доведаться. Кто-нибудь доведался про Галилею? Что у нас, что где-то это про Галилею? Что тут часть Израиля, Палестины. Что даже название Галилеи переводится как «молна» или «мирябь», что это такое, одно из вариантов. Что мы с вами на речи, как мы, например, узнались. Так, своя, так. Галилея. Ну, несоправда, это Палночный Израиль. Это колешняя Самария. И там вот про Самары и Самары будут связаны в истории. Галилея кировалась с Иерусалимом за тысяча годовую в историю два раза. На короткий час. Особенность между Галилеей и Иерусалимом. Глядите, вот это так само нам отыкро поразумеется. Один раз Давид захопливает, да дае Галилею до королевства. Проядновые Галилею до королевства. Давид. Адразу за Давидом Соломон, 20 галилейских городов, гортая назад Тирскому королю Иераму обмену на материалы для побудового храма. Так само тут и у храмовой истории, это Герам, это очень важное имя. И, значит, вот Давид приедновывает Галилею, сын Давида отдаёт. И что важно, вот в этой Соломоновой истории 20 городов. Потому что мы видим, что Галилея это городы. Это городы, городы, городы. Городы это завсёды иншая структура, чем Юдея, где, по сути, один великий город Иерусалим. А остальные вот такие вот полномадные поселечки. И в другой раз, вот я как раз от центра Самары, в Галилейской центре Самары. Усего вот славутоя вельда дата, 722 год до нашей эры. Галилея изнищена. Галилея запомнила. Она перестае истиновать. С того часу состояцца только Юдея из Иерусалима. Эти оговорки про это, про десять страченных пленах израильских. И от этого часу Галилея керуется Асирвицами, Бабилонцами, Персами, Греками, Римлянами. Один маленький момент, когда Галилея снова связана с Иерусалимом, это Хасманийский период. Это период, смотри, это уже сточет сердце. Вот. Это наша эры. Макобейские истории. Так, когда Макобейи отбили Израиль от этой все грецкой гигантской империи, якая была на боках, был такой анклав незалежности. И вот в этом часе Галилея снова была часткой гигантской империи. И снова была связана с Иерусалимом. Как до этого оставилися галилейцы, можете себе уявить. Вот Галилея. Это маленькая территория. Она была связана с исходными межземноморьями, по ментальности, по святомости, по мове, по святобаченню. И она ближе, скажем, до этого самого тылу, по духу, чем до Иерусалима. Что ей связано с Иерусалимом, это поднятая религия. Какая у Галилеи по-своему, так самым не пересенсовывает. Вы говорите, что там и мова иншая, там это та самая еврейская мова, но это тремя разные диалекты. Вельми легко по этих диалектах, конечно, вы познаете, это полночный диалект, это под него диалект. Так что мова иншая, святомость иншая, но так как религия, притом, что религия, так и что тычется религии, мы ведаем, у нас известка есть про Римскую Галилею. Галилея, там уже Сепфорест-центр, там побудованный инший город, иншая столица, которую Марк николе не называл Евангелем. И он просто игнорует столицу. Все отбывается в Галилее, там вокруг мора перемещаются, или там до Сепфореста не напряжаются. И вельми эллинизованный свет, там развивается и мастерство, философия, культура, такого вот эллинистичного типа. И вот здесь вот больше-меньше. Например, в конце первого столица у нас ее известки про, в начале другого столица, ее известки про наявность еврейского життя. При тем, что еврейское життя вельми бурное во все эти часы, это так само, учаясь за все это безумовно сувпадение, на врате Марк николе с этим связывается. Галилея за все это неспокойная. Галилея там вот с одного боку унес вот эта эллинизованная частка, а ее с другого боку это еврейская частка, якая как раз таки бунтует, якая удельничает во всех великих повстаниях сувпрацеринок, альбо она вот зацевает свои внутри галилейские. И вот как раз вот в этом часе, вот больше-меньше в этом году, были такие вядомые вели бунтовники, два юды, один юда с Гамалы, один юда галилейский, сыны Симона Якова. И уже в 66-70-м годах у Галилеи так само свое ядро сувпрацеринку, в этой войне религии. Галилея так и велика вельми отметная регион, но вот эти религии и антилимскими и еврейскими настроями, они вот как раз сильно связаны с Ярославием. Но настрои у Галилеи не про Ярославльский. Галилея не отчувает себя политично связанным с Ярославльом. Вот это вот нам так само это может быть вам каждый разумеет, что потом когда обстанут питания, когда будут сказать, что вот ты там из Галилеи, то это сразумело, что ставление иерусалимлянам до Галилея, то есть это не свои, это иншие, это чужинцы, это иншие люди. Но значит это так, как она религия одна. Люди с Галилеи раз на год, на песах так само и идут в Иерусалим, идут в храм. Все необходимые плалы освободятся. Ну это важно. За этим все, да? И первое место, куда приходит Иисус, это Капернаум. Иисус, там уже отразу, да, Капернаум. 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 Это место, которое в Евангелии вспоминается 16 раз. Галилея – это очень важное место. Галилея – это очень важное место. Галилея – это важность. Это несколько из новых уровней разумения. В Пепернауме – это очень важная вещь. Что Марка протягивает в Пепернауме? Мы видим, что такое поселище было. И он его называет городом. Вот там побочью. Какой город – не знаю. В Пепернауме ничего не было. Учать за всем. Но когда это с Гибрайской на грецкую перефондации, это будет в грецком слове «параклетус». «параклетус». Вы слышите такое слово «параклетус»? Он также вживается в философии и в богословии. Воживаются, где-то перекладаются. Как и метаноя. Грецкое слово «параклетус». Выживаете? Я себе не пишу. Треба транслиттеровать грецкие слова. Это и так разумеется. Или нужно его транслиттеровать? Вы тоже… Что? Воронцикава. Параклетус – это сутишальник. Это слово сутишальник. То есть слово, которое люди… Вот оно у Евангелияна уже нравится, а оно уже в раннем христианстве, в христианстве привязанное до Святого Духа, до Духа сутишальника. Пошлю вам своего сутишальника. Я – Ояна. Работать сюда. Можем сутишальника. Вот это… Это тяжко для меня сказать, но мы видим, что у Марка, когда он называет географические названия, они завсюда… Вот еще я вам это сказала, но я еще подкрызну. Географические названия Марка не обовязково на самом деле были на мэпе. В той части святого. Знаешь, это про Назарев, до Маркова нечего. Он не один из Марка, а из других Евангелий. Но все географические названия, как и все имена двенадцатки, все имеют некие темологии, значения, которые могут быть важными. которые могут быть неким податковым ключом для разумения, что бывает. В случае двенадцатки это важно так само для вывода этого космоса Иисуса. Кого? Кто? Кто будет представлять эту космос? Значит, они все будут представлять, но это некие важные вещи. то же самое с географичными названиями. Когда географичная наса возникает, и она так само поглядеть, что это значит. и что тычется с Капернаула, вот это, вот оно такое, моя ассоциация с ассоциальником. атака. И вот первое, что он любит. Я наделаю Капернаула. Сразу. И вдалее. И вдалее. Вдалее, как раз, начинается сандвич. Это три истории одна за одну. В нижнем там своя. Устают. Сгадайте, что вы делаете? Какая первая история? Что? Первая история с опанованным духом. Другая, какая вы надели? Это те же. Третья. Прокаженная. И третья прокаженная. Так? Вот сандвич. Это первый. Первый разный сандвич. Давайте я могу только запуск сандвичем разберемся. Что в этой истории? Какие у вас урожения от этой истории? Чем я не связанная? Это недостатково. Это недостатково. Суды бачите, есть и сутешение штормы, и кормление людей. Сандвич маяцца на увазе, что это будя помещ первые и третьи, так? То есть, будя вот, вот, первые, другие, третьи. Первые и третьи, вермеподобные помещ собой. И вот у них, у тебя неким чиновостным связанным с собой, и что здесь ставлю? Какая история? Значит, тут у нас опанованы. Тут у нас те же. И тут у нас прокажут. Значит, первая история об обнованных, она бывает у Санавозе. Вот, первая Санавоза. Значит, это побор для Марка. Капернаум – это город, у которого была Санавоза, которая находится в Санавозе. Вот, что мы можем? Марка вынести про Капернаум. Значит, ее, вы видите, одразу, что вы, может, звернули маму, особенно вот в этих частках, будет им гневно, там, те одразу, они при ваших переговорах. Я им гневно в субботу пошелся на город, так? И там, вот, я сказала, они им гневно поднялись, а там все будет, вот, это им гневно, я не веду, когда переговораются. Не откладаются. Что? Не откладаются. Я думаю, что это эусюс, грецкое слово. Одразу. И оно, оно, легче надо приписать, ка эисюс, и им гневно, потому что оно идет вот так, одно за другое. И оно не облесково означает, вот, гэтую, вот, им гневно в субботу, так? Это, как бы, Марк без конца уживает этот вырост, и он, по-худшей, показывает, вот, время худкую последовательность по дереву. Одно за дым, одно за дым, одно за дым. Там час мог пройти, а одна идея идёт за другом. Без затрылки? Так. Да. По режиме ничего не было. Варто было. Значит, он пришел в Капернау, и он ничего, он с Капернауами не бавился, и он, гневно, в субботу пошел всю науку. Хотя пришел там, а может, а может, в субботу пришел, а может, пришел... Не откладно. Никуда здесь еще. Это не значит, что не откладно. Это значит, что, вот, я вышел, пришел в Капернау, и одразу, вот, наступная падея, в эту, в субботу, в субботу, Что в этой истории цикавых? Так, там у нас у першины возникает этот нечистый дух, гнева аргататфа. Это так само будут постоянные персонажи первой части Евангелия. И тут у нас она самая большая праза. И тому, это важная, вернее, истота, потому что и она будет, одразу показывая, что, я милая, яке помежиме относится. Глядите, спочатку, починая с того, что он научает, его научание выкликает великое издевление, великое уражение у людей. Экклессо – слово, которое, я уже всю перокладываю, это слово, видать, «поразить». Потому что оно может поражать громом, вот таким вот удар физичный, а одночасовый, это такой удар ментальный, такое великое уражение. Это не просто издевление. Марка есть там, в шерах слова у нас издевление, это то, что велье, велье уражение. И он их поражает, он научит, он что с этим говором, и уражение его сразу ставит в контраст с книжниками. Как у вас перекладывают грамотезы? Бог учил их, как тот, кто имеет уладу, а не как книжники. А не как книжники, так? Как тот, кто имеет уладу, а не как книжники. Про уладу мы так же ранее указали, что улада альбо природженная, альбо придбанная. Помните, мы, правда, доказали, что альбо, он мая в эту уладу от народжения, альбо в эту уладу я ему дала некое самое верховное уладу. То есть улада как функции, улада как властные разбористы? Нет, это не функция. Нет, это не в том смысле, что ее начальник, это не улада начальника, это улада, ну, это альбо, это некие вильзарные полноморства и сила. Значит, это альбо, скажем, императур однороджения мая уладу, там, военный начальник, и он мая уладу. Значит, что значит мая уладу? И он дает загады, загады и выполняется. И он выказывает пожадания, пожадания выполняются. И он хочет что-нибудь грабить, и он уродится. Он хочет трансформовать, оно трансформуется. Воля да, да, изъяснение, завсюди реализован. Улада это статусная улада. Да, это статусная улада. И может быть улада надательная, то есть полноморство дательное, ну, это не случайно императором. Горьба в ситуации в Гебрайской Библии улада дается Богом, например, а либо улада дается першесвятару, даже королю улада дается Богом. в Гебрайской Библии. То есть есть, как бы, есть самая абсолютная сила, и в этой сила кому-то дает улада. Далевую наделяя велизарными полноморствами, а ли полноморство это самое, полноморство до воли до изъяснения, до пирамиды, до правления чего-нибудь. И это первое, что люди зауважают про Иисуса. Мы это можем зауважить, Марк про это говорит, когда он набирает свои две пары про уладу. Там эта улада видать, она не называется этим словом, а ли он побачил, сказал, идите за мной, они все кинули и пошли. Вот это улада. И то, что это здесь теперь называется людьям. И это вельно важный момент. Люди кажут, он мает уладу. Люди, мы уже с вами сказали, как на него реагируют люди. Все, что он не хочет, он делает на дворот. Или не делает все. То есть это непорозумение между Иисусом и людьми, с одного боку людьми, с другого боку, теми, кто имеет уладу, религийную уладу, те самые книжники, будет непорозумение. Но тем, как они его не разумеются, вещество, что открывается. Докладно, как они его не разумеются. И вот те, кто его не разумеется, могут что-то вельми важное, не ведая, что такое про мать. И вот первое, что люди про мать про Иисуса, это те, кто мает уладу. А не книжники. А почему книжники не мают уладу? Книжники как раз таки те, что мают уладу. Книжники, это такое, ну я не ведаю, это, конечно, переклад не вельми удалый. Это грецкое слово грамотеус. Эдукованный человек. Эдукованный человек, так. И вот он ставится с ними в контрасте. Потом он войдет с ними в конфликт. Но похоже, что люди сразу контрастуют с теми, что он выразно вышел за книжников. Это грамотеус. Класса такого мы не ведаем. Мы не можем сказать докладно, что это, скажем, когда говорили про Парисею, это зрозумело, кто такие. Когда говорили про книжники, это абсолютно абстрактная теория одрукованных людей, ученых, которые что-то там научаются. Вот это мы не можем докладно сказать, что это нормально. Тут такие аспекты может быть, что книжник это той, кто имеет некое явление сочетания книжек, а в этом контексте какие виды непосредственно нечто виды, а не с прочитанных книг. какое представление тема? Видите, на врате, потому что той, кто может читать и интерпретовать писание, тот сделает наивысшую про сказку. Потому что немало ничего высшего разумения интерпретования писания. не наивысшую владу. Видите, это не связывается на просто. Но это очень важная роль, очень важная функция. Про владу, если про духовную владу, это будет святовская влада. про политическую владу, это значит, что будет королевская такая духовная эмоция. Некая эмоция. Но это интересно, что минулый раз вы вернули увагу на то, что Иисус очень темперальный. Такие бурные эмоции. Вы представьте, что Он в участии реакция на учения и Он имеет владу. полымянные какие-то другие. Полымянные и влады это не то же самое. Полымянные и полымянные харизма и харизма. А это не про то говорка. Говорка виновата, что Он добрый говорит, что Он говорит, будет выполняться. И мы сустракаем человека опанованного о том, что первый опанованный у нас Иисус в его духе вошел. Дух вошел. А теперь это тракая человека, как опанованный нечистый духом. Что делает нечистый дух? признает его социально близко. Он не просто признает, он его обе разно называет. Как он его называет? Иисус Назаряне Святый Божий. Иисус Назаряне Святый Божий. Иисус Назарей Назарей По грязни Назаряне это не Жихар Назарето. Это когда у вас переклад Иисус Назарето Иисус Назарето Иисус Назареец Что значит Назареец это не разумело. Это основа Назарето Иисус Хучей за все Гогли Миркование Марковое слово может быть не Марковое но слово означает Назарея Хучей Хучей за все Мы сказали сектант Особенно Назарето Это не город Это не не Шахар Назарето Я еще подняюсь важный Мираж Ну а почему науга У Гебраевского и в Блиско-Усходном явлении хворого величина связана с Ночистым Духом Величина не могут быть взаимоприятными Хвороба может быть Нечистый Дух приходит выкликая хвороба или сама хвороба может персонифицироваться В белорусской традиции какая-нибудь трасса может и персонифицироваться Это нижайшая монология и оно может быть это совесть между хворобами нечистым Духом и оцеляет как он делает это параллельно это может быть в одной фразе сказано выгоняя нечистым Духом оцеляет урах одной фразой это не связанная речь что отбывается отбывается трансформация с человеком человек очищается от некой бреды альбо нечистым Духом альбо хворобой альбо то же самое одно но нечистым Дух одразу и мгненно реагирует на Иисуса значит тут реакция того что не хворый человек будет реагировать на Иисуса а вот это нечистый Дух который распознает эту самую ладу и люди одним чином бачить Дух нечистый другим чином бачить он бачить так само что и млада и говорить что табе что табе да мяне святый божий что нам и табе Иисус Назарец ты пришел заводить нас ведать тебе кто ты святый божий это у Илли паглядите первое королевство 17-18 паглядите як женщина до Илли святается сказала она июля что мне и табе чалавец божий ты пришел да мяне нагадать враги мою и июля 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 есть там где бог бог июля 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 с первого июля 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 hit июля ну и июля июля How including Brahman Духами. Там так само будем улучшать вот это змагание, да? Змагание высшей силы вот этой линии с чистыми Духами. И они, как в писаниях есть, как в текстах есть, все отбывается в Галилеи, все отбывается в полночном Израиле. Там, где мусит быть. Причем там еще такой момент вот с мессианским секретом, с хованностью, где Иисус говорит, его там не называть, не объявлять, подорожничая, он мусит быть непознанным. Так вот, когда то, что нам родничеством духом, как они не раскрывали, а что раскрывали, что можно раскрыть, то есть он мусит инкогнита неким чином быть. Инкогнита для людей. Потому что духи так тебе надо же бачить, кто такие. Вот это подорожничание инкогнита, оно так само присутно у Еноха, там Арханел Рафаэль, подорожничая инкогнита. Никто абсолютно не ведет с персонажем, что он Арханел Рафаэль. И такие моменты повстают, когда это немного тут будет. А когда будет зыщить ему доброй дороги, доброго шляха за нёлом. Такое доброе ему дает пожадание дорогу. А это Арханел уже дает там доброго анёла. Такое подорожное инкогнита. Это, как само у грецкой металлогии, это поширенная линия ситуация, когда босты подорожничаются, непознанная. Такая мы даем. Разно подорожничание непознанная. Наколько тут боскость важная, я не веду. Вот он ему каже, вы видите, я тут велю привожу. Он ему каже, молчи, реакция, закричавши, вышел. Ускрикнувши мостным голосом. Ускрикнувши мостным голосом. Я же ему сказала, что это наше название? Поглядите в 25 вершину. Один раз в 25 вершину. Иисус замалшить и выйдет. Как говорится у вас это... А теперь предполагается, что Иисус робил. Загрозил. 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 Загрозил левше. Это очень важное слово. Я хочу так же не перешли вспомнить. Эпитемиум. Видите, кто ведет в исходную традицию про эту епитемию, яка не подавится? Эпитемиум. 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 Это в основном. Миновитого. Адекватного перекладывания. Но погрозил это левше. Эпитемиум. Но погрозил не в смысле, что он сделает так, а вот. А хоть и вот так вот. Нелегко. Нелегко. Все. Нелегко. Вот он ему. И вот посмотрите на 25 верш. Иисус погрозил ему, скажучи. Змолкни. И выйдет из него. Тогда дух нечистый. Сколонував его и закричавши. Вышел из него. Видите, как он выполнил потребование? Выйдет и вышел. Молчать не молчал. Видите, вот потребование. То есть эффект. Як бы досягнутый. Але не ты в абсолютном шляхе. Молчи и выйдет. И откричит и выходит. А что он закричал? Можем сказать. Это не мокрый. Реакция людей. Что это такое? То есть это, то есть это новое учение. Но посмотрите на эпитемао. Где мы еще используем. Кутинга, вы гляните. 4.39. Это самое важное. Там, где и молчал. На угол этого слова молчал. Молчи. Вот это фимоо. Два разы на Евангелие выживаете. Это одно из этих слов, якое два разы. Молчи. И он скажет тут. И прочитайте. 4.39. Встав, он запретил вершу. Сказал мое. Умог. 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 Погрозил и сказал молчи. Вот это верш, которые прозвятые два слова, вы повинны зварнуть у вангу, где параллели. Познажте с овека, или мы дойдем до 4.39, или мы дойдем до всего эпизода наморы, вы можете открывать в памяти эпизод первого нечистого духа. Кому он грозит? Что наморы отбывается? Есть то и ключ тут. Потому что тут два слова идут. Вот просто тут он скажет молчи. Погрозил и сказал молчи. И там он погрозил и сказал молчи. Больше молчи, он никогда не делал Евангелие. Это два раза слова. Но грозит еще 8, поглядите, 8.30 и 33. И 9.25. Он запретил им, чтобы они говорили о нем. Это когда Петр ему сказал, «Ты Христос». Все ученики. Ильшие сказали, «Ты там такие, всякие, ты Илья». Он погрозил и 33 разу. Он же обратившись, взглянув на учеников, воскресил Петру, сказав, «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но о том, что это человеческое». Мы про это уже с вами сказали, с кем он говорит, когда он говорит, «Извертается до шатана», и он говорит о шатане. И 9.25. Наступная, после переведения министуры. Кому он грозит? Ильсу. Ага, точно. Кому он грозит? Духом, духом. Значит, смотрите, тут в истории, в первом разделе «Нечистому духу» и «Кепанного» у человека, в 9-м разделе «Нечистому духу» и «Мору». И вот в этом эпизоде в очереди «Шатан» присутствует неким чиновникам. Можно на питание? Там же с Петром не она разговаривает. Чему с Шатаном? Может с Петром, может не с Петром. Чему он Петру скажет? А то есть это переклад? Нет, это не переклад. Это текст такие. Текст такие только, что, снова таки, там нема а дайте от меня, иди со мной. Угу. 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 Мы дойдем за это, мы просто дойдем, я хочу заразоваться сам, почему мы дойдем. Вот еще что важно, 27-й вверх. Реакция людей. Это параллельное слово. Как у вас переклады? Что люди? Ужаснулися, так? Ужаснулися. Какие там еще варианты? Ужаснулися. Ужаснулися. Ужаснулися – это иное слово из всех. Они упражаются так же часто в Евангелии. Это слово использует только Марк. И оно нигде больше не используется. Это только Марковое слово. Это фанбео. И оно миновит означает вот такое вот удивление, жах абсолютное. Такое потрясение глубинное. И оно уживается три раза. Вот тут первый раз. 1,27. И два раза в десятом разделе. 10,24 и 10,32. Вот тут 1,27. Это наш верш. И еще больше. Вот одно за одним. И они ужаснулись от слов Иоанна. Иисус опять говорит им в ответ. Не важно, что нам говорят. Они жахнулись. Он говорит, когда он про богатых. Говорят, что богатых тут ничего не светится. И они жахнулись от слов Иоанна. И 32. Когда были на пути, сходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они уже садись, следуя за ним, были в страхе. Это реакция на Иисуса. Это самое важное. Потому что одна вещь. Там они были поражены, когда ее учатся в сеновозе. У них очень глубокое издевление неба и просто потрясение. Страх мы будем бачить несколько разов. И вот три раза мы бачим просто суцельный жах. Но жах первый раз тут вот. Вот в десятом разделе там этот жах просто можно себе визуализовать. Как они идут по дороге, они сзади идут все и требуют бояться, где его подвести. И жахаются так, что он говорит. Жах с негативного оценения. Тут нема негативного оценения. Тут жах идет от того, что он сделал. И они говорят, что это такое. Это что новое учение? Что он загадывает нечистым духом, а ему слухаются его. Пытания эти слухаются. Вот мы побачили с вами что-то. Кажут, молчи и выйдет. Закричал и вышел. Как он его послушал? Повезем в борьбу, чтобы вы выходите. Стримали все. И, смотрите, вот в 28 веках так само имененно. Вот эта модель мессианского секретного. Загад молчать. Порушение загаду молчать. И поширение славы. Вот эта модель. И вот она тут первый раз проговоривается. Потом мы ее будем видеть не только разом. Значит, не только, что я там выскочил. Хутка разошлась про его погалузка по всех землях вокруг Галилеи. Наступный эпизод. Протешку. Это самое короткое оцеление. Супер короткое. У нее есть гаражка. Что он родит? Взял за руку. Реакция. Встала. 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 И почала схожиться. Это не важно. Она не просто встала. А тут сразу включая. Тут первое включение. А она узнялась. С нечистым духом. Что он делает? Он ему загадывает. Он сам ничего не делает. Потом это будет еще такой эпизод плачевский. Он ничего не делает. Он только загадывает. Сделай. И то и делай. С терщиной. С терщиной. То есть с терщиной. Не. С терщиной. С терщиной. Он берет ее за руку. Берет ее за руку. И она устала. И она ее поднимала. И она узнялась. Так? Угу. И начала ему слушать. Она нагадывает. Вот здесь вот покликание ближайших ножек. Угу. Во-первых, оно нагадывает. Рифмуется вот этой имгневностью деянию. То есть сказал. Идите. Я не еле кинули и пошли. Тут ничего не говорят. Все на ручки отбывается. Но я не доеду храном. Все за руку взял. И она уже встала и слушается. Розница так само будет. Это вот то, что вот. Как она тут очень удобно. Сандвичуется. Вот тут видите. Апанованы. Вот тут был мессианский секрет. Так. Тут его немало. И он его выкнул. Выкнул. И он... Что он сделал? И он, во-первых, его кричал. Во-вторых, он сразу походил. И он сразу походил. Да? Что он сделал? Что он сделал? Что он служил? Что он сделал? Не только из Маркова. Устала. Это церновое и грандское. Богословие. Богословие. Возволение. Там заголовный термин. Это референциальный выбор. До накрыть бедных. От рыбаков, которых отбирает Иисус Галямора. Их до бедных не отнесешь. Это нормально. Они, случайно, замужные люди. Наверное, не давал нас всем повестить. На начале 21-го года. Как раз там у Галилея. Там был раскопанный этот дом. Рыватский. Ну, такой невелый добрый дом. За подвалом для вин. Таким. Ну, это точно, что это замужные люди. И вот, вспомните, у Якубы и Яна они слух покинули. У их слуги есть. Это середний класс. Вильные классные. Про обновленные, на мой взгляд, черный ветреняки. Только таки. Али подлинайте, что с тещей. Яна немае имени. Яна ведома, я праз свою афилиацию с зятем. Значит, у ЯЕ социальная анонимность полная. Яна сама никто. Яна теща вот этого человека. Из этого вы сразу можете там дубилизарную социальную картину Собестворить. Что? Патриархат. Патриархат. Патриархату розница. Это безумовный патриархат. Патриархат. Али бачите, яна сама по себе. Сама по себе. Это же женщина. Она не имеет никто. Яна ничего не варта. Яна в граманстве не функционует. Она функционует, привязанное до граманства, простое, что у ЯЕ ее зять. Значит, у ЯЕ либо муж повинен быть, либо сын повинен быть. Так. Теща это, случайно, вельми нелюбимый персонаж. И так. И так. Ты умеешь. Ты вельми нелюбимый персонаж. А тем больше. Глядите, коли у ЯЕ нема мужа, коли у ЯЕ нема сына, яна просто на карту своего зятя. Потому что у ЯЕ одиная социальная привязка – это зять. И она теща. Все. То есть она не просто. Но коли яна женка, альбо мати, у ЯЕ вельми малая социальная вага. А коли она ани женка, а не мати, она теща. Это зусим. Это зусим. Она саправды… Вот это… Хочется себе уявить. Такого… Самую-самую незайздросную роль в социуме. Вот она есть. И это первый человечный персонаж, до которого приходит Иисус. С кем працует Иисус. Потому что тут персонаж опанованный Духами. И там говорка идет про это познавание один одного на уровне Духов. Люди этого можно навасить всю эту говорку и не чуются. Так? А вот тут в Акминавито вот самое такое вот это нелюбимое, жалкое, непотребное, несчастное створение, до кого вам приходить. И вот это имененность. И она ее пьет. И она паустала. Это будет тое самое слово, которое будет несколько раз уживаться про все Евангелие. Некоторые разы. И все эти разы будут связаны с окошным повстанием, которое будет сказано в пустой могиле. И вот тут немают повстание. Это тое самое слово. То есть это повстание, и оно несет в себе не только в откидании хворобы, оно несет в себе вот это продвижение, продвижение полного повстания. Да? Устание вот с хворобы до здоровья, со смерти до життя, с одного стану другая стану. И она с оправды вот функционуя тут. Подобно ли мне функционуя цитая вольная учня. То есть и она так само родится учням. Она ему служится. А учням этого не родится. Он просто идет за ним. А я нам разлужил. Вот вся история. И вот с этой историей, как мы уже с вами в минулый раз сказали, после этой истории седает солнце. И седает на все до конца Евангелия. Далее будут проходить дни. Будут теперь шары. Те будут раниться. Вот вы сказали, что вы извертали увагу, что там день, вечер. Те будут раниться. Ну все в первом разделе 35-й. А на раннице старшего дыборала, высшего почета. Вось. И будет раниться, когда встанет солнце, когда женщина поверут домой. А так у нас будет вечер. Будет день. Тут что бывает в этой эпизоде? Много-много-много людей, много оцелений. Там вели такие показальные. Показальный вирш. Глядите. 37-й и 38-й. И они кажут, все шукают тебя. А они кажут, ходим отсюда. Ну. 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 Снова. Это так само тебе не типовое режиме Марфы. Вот это все на отворотность. Ходим, ходим, ходим. Тебя все шукают. Ходим отсюда. У вас есть иншее место. Там, когда он заявляет, что есть иншее место, я пришел сюда обещать. Это моя миссия. И разбеглись. И наступный персонаж является прокаженным. Давайте ведайте, что одразу на кон прокаженных. И вот так само, что улучшит эти эпизоды. Может, давайте вот прочитаем хотя бы один текст. Это из книг. Книга Ликоу. 5.1.2. Наказал Господь Моисею, завладай садам Израилевым, выслать составы всех прокаженных и всех правоотечных и всех, что поганились от мертвого. Машин. Все, достатково. Можно достатково. Значит, глядите, тех, кто прокаженные, тех, у кого крыло отече, и тех, кто докранается до него. Вот не только. Это важный вид Николаев. Потому что чему-то займается Иисус. И Он докранается до прокаженного. И Он порушает закон частенья. Докранается до прокаженного. Соответственно, те, кто включает закон социальный частенья. А потом там, где будут эти две дванадцатки, там будет и крыло отече, и мертвые. А что с мертвым будет арабист, то и самое что с прокаженным будет брать за руку. Так? То есть вот эти три забороны, с чем нельзя иметь праву, что не очистят, чтобы нельзя докранаться. И выгнать из лагера. Лагер – это табор, где вот, по час перемещения народ стоит. Выгнать все прокаженные, повинны вот там, на лодке. Докранаться нельзя. Потому что, когда ты до краницы, там требоверно другие ритуалы очищения проходят. Тое самое, когда кровотеча, то и самое, когда ты крадутся до мертвых. Это очень большие ритуалы очищения. Это не так. Иисус это все работает. И с прокаженным, как люди взаимодействуются? Да, это с собой. Кажется, что ее в ряду приносит. Но ее так самую эндовую закрывается. Вот тут вот, вот с Апанаваном, там только голос был. А тут явно это дотик, так? И тут дотик. И кажем. Дотикнусь и кажем. И кажем. Кажем, хочу будет очищен. Да. Дотик и голос. Так само оно отремливается, что прокаженные его просят. Он не кажем оцелемене, очистене. Кажем, когда хочешь. И он ни на что не претендует. Он ведает так само. Ведает свое место. И вот это вот то, что, сгадайте, мы сказали про владу. Там, где виновита воля смены. Жадание того, кто мает владу. И он его звертается, когда хочешь. Он говорит, хочу. Прокаженные это кто? Это хворый человек? Это хворый. Это, вернее, заразная и носная хвороба скорая. Угу. ПершНапершку, да? Ну там. Вот. Вас еще можно короткий комментарий? Просто, что мы еще завернували на себя в это? Иисус оцеляет только тех, про кого Ему кажеть, альбо кто Дего звертается, на первое, чтобы Он оцеляет подказ, а не просто и детям, и кого важен. Прочь, те же. Да, только тут про Елья Ему сказали, а не Ена сама попросила. Это так само, это верно добрая заувага. Ему не осуть с хворых, и Он их оцеляет, да Ему приходят с хворых, и Он их оцеляет. Его просят, он родится. Он ни идей, ни идей не шукает, где бы кого Ему оцелеть. А ле в этой ситуации возникают, вот калли Ел сам, инициятор измены, ез в этой ситуации с оцелением не снима. Например, опять же история кормления. Его на иницияторе, его никто не просит. Значит, когда вы это осуществили, вы тогда, когда читаете, вы тогда свертаете на эту увагу. Потому что одна вещь, когда он занимает его отказ, Иньше за всем речь, когда это его инициатива. Значит, когда это его инициатива, он делает то, что важно для его, у его сведомости, у его выгодове света, которую он сейчас делает, он делает то, что важно для него. То есть, калли его никто про это не просил, это набывает большее значение. Такого не могли бы спросить. Вы, собственно, не видели, что он это может заработать. Ну что бы он, а могли бы отказать, мы голодные, мы голодные, мы стомились, мы стомились, а то никто ничего не говорит. И в обоих руководках, так само, еще эмоции там подкреслены, что все, люди там и там. Вот, и поглядите так само, а гнольковые истории, в общем, Шамону Сандючеве, знову-таки, загадывая, тут оцелил, оцелил, загадал, никому не казать и отправил. И они там уже, там, на отворот пошли. Они тоже, помешивая, да? Вот на отворот, отворотные раньше. Те пошли там своими займат, побегли, не выполнивать тое, что он их просил, а Яна встала и служила. То есть это центробежная, центроимплина. Некая имя Рокола. А для меня это будет. И все, спешим, раздел, мне здесь все разумело. Тут не будем нам про осклепие говорить. А ты так само про это много хороци. И тут вот, одразу задается. Вот его они хворые. Это его святые. Ему несут, он оцеляет, он выгоняет. Далее. То, что он рассказывает о бедных и хворых, это достаточно, конечно, ураживало, что у литературы такого не было. Это абсолютно не было принято. У литературы тексты не пишут о бедных и хворых. Тексты пишут совсем меньшие. И вот то, что от самого начала Марк насыщает просторы Иисуса бедными и хворыми. И опадаланными и нечистыми духами. То есть лягкими персонажами, которые, по идее, не усили бы быть литературными персонажами. И вот что он за ними робит, он поклядится в сорок первшем верше. И он, вот это так само такое Марковое слово, он некольких разов уживается, он спанки зума и литуется с них. Литуется с них. И вот это будет вот тут до прокаженного, в истории прокормления, он будет литоваться с людьми, которые потратили тяжкую ситуацию. Один раз будет зваться люди, один раз будет зваться на топ. И один раз в девятом верше, вот после спуска сгорел, может и девятый, шукали там, где он загрозил духу, где батька этого хлопца звернулся до какого-то слитуса с нас. То есть просьба, чтобы он отказался, да? Ну, рыты. Какая-то неоднозначная слова. Вот я хочу свернуть ваш ум, потому что она в рации, вы знаете, это сорок первая верша, да? Вот. Вот. И оно… Вот. И оно… Тут, и оно будет здесь злито, вот все. То же самое, что у трога остальных. У инших минускриптов угневался. Сказать буквально, какие из них правды говорить мы не можем. А почему многие… Вот, в частности, вот частное видание первое, угневался за оригинал, потому что это вот складаное читание. Как видите, мы сказали, что склада, когда с двух читаний, двух вариантов в розовых минускриптах, одно легкое натуральное, а одно складаное, то больше вероятно, что складаное аутентичное. С той причиной, что перерабить, перерабить, перерабить легкое на нечто ненормальное в деле мало вероятно. А поправить на дворок. Так вот, как мы с вами говорили, как написано у пророка Исаии, как поменяется, как написано у пророка. У пророка вот это легкое читание, у пророка Исаии тяжкое читание. И то там сомнений нема, что марковое читание пророка Исаии. И вот тут, если мы в минускриптах, он взлитывался, и он внеулся. Логика будет безумовна и там, и там, но мы сейчас, я думаю, что не будем об этом сподняться. Я хочу хоть в наступную, в наступную гопернауковскую историю, в фильме цикаго, вам и рассказали. В первом разделе начинает по полу концентроваться на толпу. Много, много, ему не суть, не суть, не суть, не суть. Вот пиком этого на толпу будет эта история в другом разделе. История такая, что должно пробиться, а не матчей модели. И там, конечно, вся история зимная. Что там зимного? Вы заважали какие-нибудь абсурдные вещи в этой истории? Скоро семей с книжниками, которые изучали все... Да, так было. в принципе, самая история. Что происходит? Йон находится в хате, и его дыхание, причем литерально выкопали дыхание, они раскопали дыхание, и спустили, четыре человека спустили паралитов. Но если они пробились на дыхание, то они не могли пробиться у двери. Это первое, так? На дыхание пробиться столько же. Как они на той дыхание залезли, где они набрали трампины, как они его спустили, а те, они с собой носили на выпадок некие рамени, как они его спустили. Вот их вот питание просто уявить себе на той титуле, верно складано. Дыхание, который раскопается, это такой тип дыхания, который на улице выдерживает пять человек. То есть вот такие дыхания не лазятся, как они копаются. Это не дыхание, как они там сняли несколько плиток дыхания, спустили. Это одна вещь. Если они его раскопали, это эти, у нас, скажем, соломяные стрики, так? Такие, с тряснявок хроблены. Там земля, тряснявок. Это такая хлипкая спородия. Это такая зимная, сама по себе видна зимная история. Нашим векам. Легкая, вы кажете, я как зима разговаривала, это уже меньше речи. Сама по себе, конечно, история выгодная. Что вас уявит? Что вас, вы кажете, я как зима разговаривала? Что вас об этом вздевляли? Ну, то, что ему кажут, что, ну, ибо, ну, ты богохуриствуешь и расскажешь, что, можешь даровать грахи, а, хай бы ты, ну, ну, ее, как же, ну, а как лег, как бы я сказала, хай, ну, встань в постель и... А ты и не лег, поглядите к докладу. Докладно. Вельми цикавое задание питание. Что легче? Что легче? И что легче? Как гудуется вся история? Поглядите вельми уважливо. Ну, они сядели, некоторые книжники, разважали у сердцах своих. И они сидели, у них не было проблем, там пробиться. То есть они спокойно сидят у хата. И разважают в сердцах своих. Разважание в сердце своих... Так само такая, в ябрайской библии, ведомая речь. Есть, что вот и разважание в сердце, есть то, что Бог ведает, что у человека в сердце. Я думаю, сейчас у него мы не будем на это идти. И они разважают, чего он блюзнерць. Кто может даровать грахи, кроме одного Бога? На что эти реакции? Как он взвертается до этого паралитика? Дитям даруются тебе твои грахи. Блюзнерць он не блюзнерць, да? Когда уявить себе, что он такая просто... Как его видели в этой книжке. У кумранских скрутках есть такая одна молитва на Буния, яку я не мала в Гиблии. То есть такие экстремистичные тексты. Там такая фраза такая есть. «Мене поразил нечистый дух на 7 годов». И там такое дивное слово на зеральников, на наглядальников. «Даровал мне грахи». И вот эта совесть помеж грахом и хворобой – верность чина. Вот как помеж, мы сказали уже ранее, помеж неочистым внуком и хворобой – это один узровень совести. Помеж грахом и хворобой – это другие узровень совести. Грех и хворобость – это на всем стражительном близком исходе, в этом языке. Грехи ведутся до хвороба. Грехи приводятся до хвороби. Они самым разным чином выражаются в самых разных текстах. Но хвороба есть выникам неких грахов. А любого грахова, любого этой молитвы поразил меня нечистый дух. Что в принципе то и самое. То есть когда ты 7 годов нападу ладу нечистого духа. Или это мне даровано, вот эти грехи. Мне даровано и я победно оцеляюсь. Оцеление – это параллельно в виде очищения ад нечистости, которая может быть связана либо просто с грехом, с благими некими дружинками, або эти благие учинки, которые персонификуются у нечистого духа. То есть это время связанное между собой речь. Так что и в грецкой традиции это так само. Это не только старожитый английский суд. В грецкой традиции так само вот эти грехи, хвороба у литературы сильно связанные. А далее то, что еще будет вот это первый раз такое уживается, или оно будет просто в Евангелии. Вот почему мы тут были подребязаны, потому что это парадигмы. Закладаются на прочитании Евангелия. Ему задается не выписанное вопрос, что оно в сердце своих разважается. Кто может даровать грехе против одного Бога? Случайно. А он говорит. А он говорит. Что легче? И потом, что легче? Легче что? Легче зарабить это, это легче зарабить тое. А он не говорит зарабить. Что он говорит? Сказать. Сказать. Что легче? Сказать это, альбо сказать это. Это так само абсурдное слово. Да? Почему? Легче сказать. 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 Встанешь один. Сказать. Или тяжкость одного. Сказать. А казусы совсем разные. Сказать разные. И разные. Это так же первый выпадок, когда Иисусовое разважание нагадывает разважание Кинникова. Кинникова, это очень популярный в этом году персонаж. Самый предаданный Кинник, Это кто у нас? ДАН, конечно. ДАН. Киники, это очень часто приемки, и они на некое питание отказывают иншим питанием, таким разумным, хитрым питанием, которое просто ставит на место того, кто ему это питание задал. Увы, некое отказа не будет. На просто отказа не будет, а будет продемонстрировано, кто задал это питание. ДАН. 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 Скажем, это не Адам, сын и человек, это просто люди, когда будет, например, дочки ярусалимские, ярусалимлянки, а чему дочки, чему сыны, потому что Адам мужчинского рода, то его сыны, Ярусалим же дочек рода и город, то, наверное, там дочки, да? Сыны и лжи – хлусы, это достаточно стандартный идеолог, и сын человечек – это человек, первое значение, но другое значение – это, может быть, урочистый титул, сын человечек, не просто человек, а семья его, потому что не сказать, что человек мое ладо, а сын человечек мое ладо, ну и третье – это, может быть, мессианский титул, так само, то есть вельный уже урочистый. Ези кел себе завесы нам, человек же, эспресс, нам есть про людей, так говорится, о разных текстах, и вы поглядите, калиласка, вот что важно нам, это у князя пророка Данилы, вот сейчас, вы гляньте, Данила 7.13. Бачил я в ночных уявок, ось за блоками небесными и шоу, як бы сын человечек, дай шоу до спрадвечного дняни и подведены был до его. И ему дадена улада, слава и царства, кабы все народы, племены и роды служили ему. Володарство ягоное, володарство вечное, яно не минецца и царство ягоное не разбурится. Угу. Понимаете, какая там величность? А это старые днями, вот там спрадвечный, там у вас в вашем перекладе, это старые днями дает уладу сыну человечного. И эта улада вечная. То есть тут вот здесь вот так само учить это великое миссиянство. И есть еще на старожитном близком исходе вот это разумение сына человечного, как первого человека. Это первого человека, но и у иного того самого, как мы сегодня сгадываем. Это такое небесное первое створение. То есть, что сын человечи до того, как свет створен. Я вижу, есть. Есть такая вот некая переслота. Есть это Адам Кедмон по гибрайской гностичной традиции. Первый человек, у которого вся идея, вся сила, вся мощь людей. То есть это не тот человек, который будет в усаде, из которого будет женщина створена. А не те, что ранее. То есть парадоксально. Сын человечек, сын человека. А пока он первый человек. Так. Чуще дан он сын. Чуще дан он сын. И вот то же самое у князи пророка Данилы. Так само это сын человечи, который отримывает владу. Тут важно разуметь, что все эти эссенции могут быть присутствуют на одночасово. Им гненные импликации будут разные. Коли вы прочитываете сын человечи, как человек, у вас поустанет история. Человек мая на земле владу даровать враги. Это одна история. Коли вы прочитываете «Сын человечи», как что-то адрозное от остальных людей, что так само хочу вам прочитать, тогда Иисус говорит про себя. Но он не говорит ни где про себя. Он говорит «Сын человечи, мая на земле владу даровать враги». Он ни где не говорит о первой особе. Это значит, что это понимает молодости себе? Нет, не значит. Это значит, что это может быть применено для других людей, сыном человечества? Может быть. Но это поменяет вам картину. Вы должны это видеть. Потому что и то, и то тут присутное. И то, и то тут присутное. Это вось… И оно вучит… Вот мы сгадывали Матвея, где история хоржения по воде, там, где Петр пришел. То есть то, что делает Иисус, то делает иншим. У Яна этого разно говорится. То, что я делаю, вы будете делать и больше. У Яна это проговорится снова вельми складанное, это снова вельми мало важное, но тем не менее оно присутное. Когда Иисус говорит о первой особе у Яна, это может иметь на увазе, вот это Я – универсальное Я. Когда Иисус говорит Я – есть дорога, правда и жизнь. И она в этом контексте кинует и говорит, в этом не стоит только Я – Иисус – есть дорога, правда и жизнь. В этом стоит Я. И это Я может быть прочитано, как просто это Я. Не Я – вот этот конкретный человек, подразделение Я, скажем так, не эксклюзивное Я, а инклюзивное Я. Кожное Я. Кожное Я. Что говорит тут Марк, сын человеческий, инклюзивный, эксклюзивный, то и то. Тут присутствует и инклюзивность, и эксклюзивность, и эксклюзивность, как обычного Марка. Это те самые ситуации, когда его неразумеют, проговорят с той, что на самом деле есть. Думают, что сделаются, кажут правду. Вот так и тут. Вот это сын человеческий, но присутствует и инклюзивность, и эксклюзивность в этом сына человеческом. И причем, инклюзивность, разумеется, нашма цежей. Эксклюзивность, разумеется, легче. Вот он не такой, как у всех, он отрозный, он к тому же, он выключенный, а ли он, так, как он говорит, он хочет, как промучала инклюзивность. А инклюзивность, и вот это то, что за разумеется на цежей. Можно, вот за прикольную инклюзивность, и тут у меня не это. Мне кажется, что тут есть параллельность от самого начала до иска, я не разбираюсь, да, то есть всего так, что увидел веру их, а потом, когда уже с обычным веем, это морская природа, и, когда его будет, и скажут, начинайте, 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 чтобы не верить. И вот тут, как мы видим, это вера у обычных людей, просто на ее нет такого акцента самого Иисуса Слована, что он побачил, и там я думаю, как уже каша. Можете, еще вот тот самый девятый раздел, который мы сегодня уже два разы шукали, только что мы сами это не читали, вот там, где батька Апанавана Ахопца приносит. Иисус ему говорит, «Коли ты веришь, все махчимо тому, кто верит». И он говорит абсолютно вот эту гениальную фразу, скажет, «Веру, Господи, поможи моему неверну». Потому что я и веру, и не веру одночасово. Я веру, или я не умею верить. Я веру, или я не могу верить. Поможи моему неверну. И вот это так само здесь сумещение инклюзивности и эксклюзивности. Потому что он сказал, «Все махчимо тому, кто верит». «Коли ты веришь, ты сам доси рады». «Коли ты веришь, коли в этом вот есть твое переконание, если вырастает твое переконание, ты сам доси рады». Сын человечек мае на земле уладу «Коли ты веришь, все махчимо тому, кто верит». И вот у его самая такая здоровая реакция. Я веру, или я не умею верить. А и больше она нигде не застракается. И вон ее лучшие будут сейчас попраканы у недоверств. Чему это важно? потому, что вера трансформуется. Потому, что вера может все. И вот это приклад веры в этой истории. Вера у них была такая, что они сделали абсолютно абсурдное, немогчимое, невероводное. ну, и он даровал ему ягонные агрархивы. И про это я к этому говорила, реально все цикало, да? К этому говорила, что возьми свою ложку, возьми свою постель и ходи. Вот это ходи, оно некольки разов будет это ходжение у Марка застракать. И оно так само и простое, и складаное. Есть вот это шлях, вот тема шляху, тема идея по шляху. Это так само это как покликанье, как миссианство, как шлях житов, свой конкретно, абсолютно житовый шлях. И он ему говорит, вот когда паралитику скажешь ходи, значит, ты не мог ходить, а теперь можешь ходить. Но это еще и встань от своего духовного лежания, возьми тое, на чем ты ляжешь и ходи. И иди софрани, становись на свою шляху. Живи, начинай жить с тем, живцем, до которого ты покликанешь, живцем своего покликанья. Вариант переклада и иди у дом свой. это иди 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 в свой дом. Это невеликая тема, я думаю, лучше я на вас покинул. реакция тут давайте закончим. То я сразу встал, взял постель, вышел. И снова все удивились, все сказали, что никогда ничего такого не видел. что сделал Иисус и ядко реагировали, это абсолютно неравноценная речь. Это идея, которую он учил с парализованием, которая так само будет инклюзивной, которая не только конкретно этого конкретного речи, все, что он делает, это абсолютно инклюзивно. И он показывает метаной, показывает шлях. А когда метаной махима, она махима для всех. И реакция людей никогда не видели. Что такое новое отбывается, что оно новое происходит. И это совсем не тот ракур, не тот взгляд, который должен быть исключением Иисуса Мученика. Как это новое видеть. Такое другое. Николи такого не было. Как интересно. А это не новое, оно метанойное, оно присутное. только что вот навернитесь, о новом пути. Хлопит на сегодня. Хотя до конца другого раздела дайте мы не будем. Значит, что нам давайте мы это наступим. Левия мы не будем с холоданностью уробить. больше про его сказали, так? Давайте мы посмотрим, что мы попробуем дойти до конца шестого раздела. до конца семья шестого до конца семья до конца семья до конца семья раздела. Восьмый раздел мы попробуем немного прости. Тут как раз это и девятый там нам нужно доброе время разобраться. Нам нужно добраться до высокой горы. До початка девятого раздела. Мы наступим раз перечитаем все до конца восемь. Мы попробуем что-нибудь поскачем худко не будем все раз на первое свертайте увагу на то, что вас будет кликать на себе в тексте. Вы на это свертайте увагу только до девятого раздела. Наша задача чем хочется дойти до его и до ты ходим далее. Я не добым за один раз и за два раза ходим и за два раза до